здравствуйте это библейский портал экзогет.ру сегодняшняя тема воскрешение лазаря часть третье лазарь иди вон евангелие от иоанна 11 глава с 38 по 46 стихи господь иисус христос приходит из перей за иорданом вифанию селение которое находится в 30 минутах ходьбы от иерусалима где скончался лазарь его друг а марфа и мария оплакивают но встречая христа говорят если бы ты был с нами то наш брат не умер бы марфа находится вне селения тайком приглашает марию чтобы она пришла к учителю но за марии следуют иудеи которых довольно много ввиду близости селения к иерусалиму пришло из столицы для того чтобы вместе с сестрами оплакивать лазаря и вот все находятся сейчас перед гробницей надо сказать что мария плачет очень горько и иудеи которые последовали за ней тоже плачут горько поэтому господь иисус христос внутренне напряжен он возмутился и даже заплакал и вот в этот момент господь подходит гробницы ибо он сказал только что себе сестрам что он есть истинное воскресение и истинная жизнь одиннадцатая глава тридцать восьмой стих иисус же опять скорбя внутренно приходят к гробу здесь используется греческий глагол эмври маомэ который означает издавать какой-то рокот либо быть внутренне напряженным так что даже вот какой-то легкий возглас из тебя исходит и все это указывает на максимальное внутреннее напряжение господа иисуса христа лучше всего было бы перевести так иисус же вновь внутренне очень напряженный подходят гробницы то была пещера и камень лежал на ней к входу в гробницу был привален камень тридцать девятый стих иисус говорит отнимите камень сестра умершего марфа говорить ему господи уже смердит ибо четыре дня как он во гробе господь предлагает открыть гробницу но с точки зрения тогдашних иудейских представлений это делать высшей степени нежелательно для чего господь хочет открыть может быть он хочет войти но тогда он может случайно прикоснуться к усопшему и ритуально оскверниться и вот марфа которая всего лишь несколько мгновений назад беседовала со христом и говорила я знаю что он воскреснет мой брат лазарь но думала что он воскреснет в последний день когда будет всеобщее воскресенье однако христос ответил ей я есть воскресенье жизнь марфа смущается и указывает на то что уже четвертый день во гробе и уже смердит лазарь использует евангелист иоанн греческий глагол озо этот глагол означает издавать запах такой вот везде проникающий запах когда сильно чувствуется запах видимо когда сестры и иудеи подходили ближе гробницы они ощущали как запах проходит через камень который служил в качестве некой двери в гробницу и этот запах даже выходил наружу явно ощущался сороковой стих иисус говорит ей не сказал ли я тебе что если будешь веровать увидишь славу божу христос подчеркивает не просто воскресенье твоего брата но это воскресенье будет свидетельством славы божий имеет смысл вспомнить то что здесь в евангелии от иоанна целый ряд термина в том числе и термин слава по-гречески локса используется не в том значении в котором этот термин используется в классическом древнегреческом языке там он означал мнение суждения но здесь используется в том смысле который придали этому греческому термину переводчики семидесяти септуагинты они ориентировались на значение древнееврейского слова кавод это слава в смысле могущества она не зависит от человеческого мнения то увидишь нечто великое достойное именно бога сорок первый стих и так отняли камень от гробницы где лежал умерший иисус же возвел очек небу и сказал отче благодарю тебя что ты услышал меня открыли камень то что смердит ощутили все присутствовавшие там люди христос поднимает глаза к небу это в тот период в эпоху было явным выражением религиозных чувств это было состоянием молитвы то есть все окружающие понимают он молится богу и отцу и христос произносит во всеуслышание такие слова отче благодарю тебя что ты услышал меня 42 стих и я знал что ты всегда услышишь меня но сказал это для народа здесь стоящего чтобы поверили что ты послал меня если бы господь не желал чтобы в нем видели истинного сына божьего равного отцу конечно же он не произнес бы вторую часть этой фразы но произнеся первую часть которую мог произнести любой из пророков отче благодарю тебя что ты услышал меня христос продолжает и я знал что ты всегда услышишь меня всегда потому что я есть воплотившийся твой сын я не только и не столько и не просто человек но еще и истинный бог говорю же это тебе ради народа чтобы народ уверовал что ты послал меня господь сказал это и продолжил 43 стих сказав это он возвал громким голосом лазарь иди вон греческий текст содержит глагол кровгазу которая означает кричать то есть господь закричал и это сказав громким голосом он теперь закричал лазарь лазаре девро экзо что означает лазарь девро сюда давай сюда иди сюда приди выходи экзо означает вне снаружи наружу или вон поэтому нас и на данном переводе точно передано лазарь иди вон иди вовне сюда выходи 44 стих и вышел умерший обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами и лицо его обвязано было платком иисус говорит им то есть находившимся рядом людям развяжите его пусть идет когда иудеи погребали усопших они в отличие от египтян ведь египтяне обматывали полностью тело пеленами лентами так что конечно уже в этом состоянии если бы кто-то воскрес не мог бы идти иудеи иначе нежели египтяне пеленали использовали один большой плат что нам известно по плащанице господа иисуса христа использовался также дополнительный плат на голову он есть и здесь у лазаря и такие такой же плат был использован при погребении господа иисуса христа и здесь в случае с лазарем были использованы целый ряд некоторых дополнительных небольших платов конечно же человек который связан платами с большим трудом может передвигаться и поэтому наша святоотеческая традиция видит кроме основного величайшего чуда воскрешения усопшего лазаря также и малое чудо то что он смог встать и передвигаться даже обремененный этими платами и вот когда он выходит с трудом еле переставляя ноги господь говорит присутствующим развяжите его пусть идет и господь не предлагает лазарю чтобы тот был всегда с ним не предлагает чтобы водили лазаря и указывали это иисус из назарета воскресе его нет господь очень скромно отходит в этот момент на второй план потому что радуется марфа радуется мария и радуется большинство пришедших оплакивать лазаря иудеев а христос очень скромно говорит развяжите его пусть он идет 45 стих тогда многие из иудеев пришедших к Марии и видевших что сотворил иисус уверовали в него именно воскрешение лазаря и стало тем событием которое соделало веровавшими огромное количество иудеев иудеи уверовали в иисуса как в истинного машиаха которого они ждут и поскольку эта весть радостная весть наш машиах нас наш мессия воскрешает восставляет мертвых разнеслась достаточно быстро чуть позже когда господь торжественно будет входить в Иерусалим соберется огромная толпа которая будет приветствовать его как своего Христа как своего мессию потому что они думали раз он воскресил одного лазаря так он будет и каждого из нас воскрешать когда мы умрем хотя будет все несколько иначе это воскрешение лазаря было всего лишь предуказанием на то что господь иисус христос воскресит всех в последний день в день всеобщего суда 46 стих а некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им что сделал Иисус и так многие может быть большинство радуются и даже веруют в Иисуса но есть и такие которые которые при этом не веруют в него и хотят найти нечто что позволит его обличить и конечно в истории экзегеза даже указывались возможные причины по которым эти люди идут к фарисеям чтобы пожаловаться на Иисуса потому что как это так может быть Бог пожелал призвать Лазаря к себе а он Иисус идет против замысла Божия и воскрешает того кого Бог уже призвал к себе и четыре дня Лазарь был умершим ну и конечно может быть были какие-то другие моменты формальные моменты которые могли усмотреть недоброжелатели в этом величайшем событие из всех событий человеческой истории после конечно воскресения самого Господа Иисуса Христа и получается что то что соделал Иисус в Вифании это действительно проявление величайшей славы Божией но оно стало в цепочке последовательных событий также и началом того как иудеи ищут убить Господа Иисуса однако до этого произойдет еще целый ряд и важных значимых для истории спасения событий Господь еще много обратиться к ученикам со словами наставления и поучения это еще все впереди большое спасибо за внимание внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео подпишись и подпишись подпишись и подпишись